Самая волшебная премьера уходящего года «Хроники Нарнии. Племянник-чародея» в Красноярском тюзе. Впервые история первой книги из цикла о Нарнии вышла за пределы страниц. Раньше эту часть никто не ставил и не экранизировал. На премьере сейчас находится моя коллега Екатерина Широкова. Катя, ну как впечатление? Даша, ну вот буквально с минуты на минуту закончится первая часть спектакля. Будет антракт, выйдут люди, я думаю, уже с первыми эмоциями. Лично мои впечатления превзошло вообще все ожидания. Потрясающая игра актеров. Они перевоплотились в детей. Даже я, мне кажется, лет 10 скинула, почувствовала себя ребенком. Как будто бы я сама нахожусь в этой Нарнии. Потрясающе просто завораживает и видеооформление. Потому что как раз в спектакле задействован видеомэппинг. Очень большую часть декораций он берет на себя. Я напомню, что «Племянник-чародея» – это начало истории о Нарнии. Это первая книга. И до этого ее не экранизировали, не ставили. То есть мы в этом плане первопроходцы в наш Красноярский театр. Также стоит сказать, что это не просто такая веселая история о детях, которые попали в сказку. Здесь поднимаются очень серьезные, важные темы, над которыми, возможно, стоит подумать уже после того, как вы вышли из театра. Ну, об этом лучше расскажет режиссер постановки. Это волшебная страна, полная опасностей и приключений. Возникает в воспаленном мозге ребенка в тот момент, когда жизнь его в действительности становится невыносимой. И как только он встречается с какими-то страшными событиями в реальности, он придумывает себе такую страну, в которой он убегает. И в которой ему, наверное, легче, проще и интереснее, чем здесь. В общем, мы сейчас вернемся в зал, будем досматривать. Очень интересно, чем закончится история. Расскажем подробнее вам уже в субботнем выпуске. Ну, отмечу, что в декабре на армию показывать больше в Тюзи не будут. Вернется она на сцену уже в январе, поэтому можно бронировать билеты заранее у меня. Все, Даша. Спасибо. Я напомню, это была Екатерина Широкова из Тюза. Там премьера Хроники Нарни.